В городе неспокойно Ничего не изменит И хочет анархии А трусы просто забились в норы И ждут Ждут, когда мрак пройдет И наступит день Но люди еще не готовы Все переплетется в этом городе Городе во крови Всем привет, я Эмбра Наша компания продолжается сейчас за королевство Испании Итак, берем фокус государства благосостояния Посмотрим, что там за ивент будет И после чего мы сможем брать Некоторых еще новых политических советников Именно меня вот интересует вот этот На объем производства Палестин отвергает израильский ультиматум Что-то там намечается Сегодня рано утром Израиль направил Палестине ультиматум Уступить все территории, находящейся под палестинским владычеством И признать суверенитет Израиля Или будет объявлена война Палестинское правительство отказалось от требований Израиля Заявив Мы никогда не поддадимся сионистской оккупации Никогда Израилю мы говорим следующее Вы хотите забрать нашу землю? Приходите и заберите ее В ответ израильское правительство разорвало все дипломатические связи с Палестиной Международные эксперты предсказывают, что война неизбежна Интересно А тем временем у нас социальное государство Считается, что социальное государство Это социально-политика и экономическая система Определяемая совокупностью правовых, политических и экономических условий В общих чертах большинство авторов философии права согласны с тем, что социальное правовое государство Направлено на укрепление услуг и гарантирование прав Считающихся необходимыми для поддержания уровня жизни Необходимого для участия в жизни общества в качестве полноправного члена Че больше-меньше? Чего? Ну конечно, когда больше, конечно, хорошо Ам, монархисты со слой будет увеличиваться, но политка минус 100 Так оно увеличиваться будет и здесь, и здесь, какая разница, чего не прожимать Ну давайте больше, я так понимаю, прав мы здесь выделим нашим гражданам Так, тут же война началась, и как бы, и че тут оно как бы будет происходить? Оно что-то идет? Я понять не могу У вас дивизия там вообще есть? А, не, о, только сейчас началась там просто задержечка Да, угу Ну тут не то, что прям, ладно И, кстати, сейчас взял Исламский Эмират Афганистан, где правят талибы, напал на Таджикистан Ну, кстати, эта война более-менее адекватная Ну как, войны адекватные не существуют Просто это, вроде как, основательное Дело в том, что здесь таджики проживают на севере Афганистана Вроде как в Ахане, если я не ошибаюсь Там много таджиков живет, и, может быть, там как-то что-то терки начались Вот и война пошла А Таджикистан, как бы, возможно, захочет забрать себе тоже здесь что-нибудь Северный Афганистан, если заберет, то будет не очень красиво, а вот это Просто, че я сразу забрать, говорю Афганистан здесь проиграет Таджикистан находится в УДКБ И, соответственно, он воюет против Киргизии, Казахстана, России и Белоруссии Кстати, Азербайджане в УДКБ Армения в УДКБ А, нет, Азербайджан тоже в УДКБ Он же марионетка Армения, кстати, купи Скайрим Убийство Ким Ченуира Сегодня на северкорейском вокзале Рянчхон загорелся поезд Наполненный легковоспламеняющимися материалами Что вызвало неконтролируемый взрыв Мощный взрыв вызвал обрушение зданий вокруг вокзала В результате чего пострадали более тысячи человек Непосредственно перед терактом Ким Ченуир ехал на поезде На политические переговоры с Китаем Он находился в Рянчхоне И этот террор также привел в действие поезд, в котором он ехал В Пхеньяне было введено военное положение И похоже, что реформатор Хён Йон Чёл взял под контроль правительство Большие новости Хён Йон Чёл Это ты, да? Реформатор Реформистская партия ВПК То есть мы здесь увидим какие-то изменения получаются в Северной Корее Это, конечно, тоже коммунисты Но тут этот мужик, может быть, что-то будет уже такое конкретное менять в этой стране Не знаю, что здесь за фокусы у них О, идти на север, прям напасть может на Россию В Северной Корее здесь, конечно, интересненькая такая компактненькая, но фокусы прикольные В Японии считалось, что радикальная коммунистическая революция не может произойти Но рецессы 90-х годов и хаос радикальных реформ для решения экономических проблем Привел японцу к выбору наиболее радикального решения Компартия Японии, которая выступала за демократические реформы при конституционной монархии Не смогла контролировать радикалов В хаосе рабочая компартия Японии Марсистская сила, отказывающаяся идти на компромисс с демократами, возглавила народ Сегодня японские революционеры попытались совершить массовую кровавую революцию И попытка правительства подбить ее закончилась неудачей Капиталистическое правительство Японии было распущено И в Японии было создано марксистско-ленинское правительство Вау Я думаю, что Япония и коммунизм плохо сочетаются Тут, ну, фига себе, разработчики сообщают Ну, как бы, да, интересно, коммунисты здесь Южная Корея слегка здесь, конечно, поджалась Кстати, насчет Литвы, там постили в группе ее То, что там дофига у нее фокусов интересных И можно даже привести исламское правительство Страна интересная, вполне себе Так что, если вы хотите, чтобы мы за нее потом покатали То я бы с удовольствием бы это сделал Тем более, это, наверное, будет сложнее, чем играть за Польшу Намного сложнее Но точно будет интересно Так, ну ладно, пока что у нас Испания Что там по фокусам я делаю, смотрите Взял я... Ты где ты? Вот Взял я королевские фабрики Королевский арсенальный завод Получили мы тут и фабрики, и военные заводы, кстати Сейчас беру логистику, увеличим инфраструктуру, чтобы быстрее строить фабрики И давайте восстановим нашу песету Это наша валюта Давайте откажемся от евро и восстановим песету в качестве нашей официальной валюты Будет убрана идея евро, которая давала нам минус в политвласти А зато объем производства плюс 10% был А у нас евро, кстати, вроде как и нету Так как мы вышли из Европейского Союза Чтобы там находиться, ты не должен быть монархией Именно такой, как мы То есть, вот эти вот монархии, типа Королевство, Бельгия, нормально Но мы... Самая настоящая монархия такая вот Ух... Из прошлого А такое Европейский Союз не терпит Кстати, насчет НАТО Италия вышла из НАТО Был ивент без текста, кстати Там сломанная локализация была Нам сообщили, походу, в нем то, что Италия вышла Но она еще член Европейского Союза В любом случае, кстати, налететь ведь можно на нее Помните, Арагончик-то принадлежал раньше Испании? Вообще, Испании много чего принадлежало Даже здесь, территории в Бенилюксе Ну, это все-таки там королевские вот эти вот игры Но, вот Арагон, который потом вошел в состав Испании Он владел южными территориями И вообще, я бы не проще к себе забрать А вот саму Италию сделать марионеткой Да, конечно, это выглядит, ну, не очень Но, с другой стороны, нам куда расширяться? Именно расширяться так, чтобы наесться? Мы, конечно же, будем расширяться в Южную Америку Но здесь ты не наешься В Африку? Это бесполезно Захватывать бедные территории? Не, ну, север-то еще есть смысл забрать Ну, дальше-то лезть, нафига Ради колонии, чтобы они просто были, это, конечно Но сейчас нам нужно захватывать те земли, которые нас будут подпитывать к дальнейшим завоеваниям Потому что там претензий реально дофига Я думаю, что все пишут, что путь монархии для Испании, это путь мазохистов А тут оказывается, блин, реально, на самом деле Мазохистические такие вот варианты, смотрите Это на Филиппины, ну, как тут добираться, а, до этих Филиппин? Это у нас Куба, да? Гаити, Ямайка, Островати, вот, Карибские Видите, королевство Испании, тут множество фокусов на повоевать с Латинской Америкой А вот это уже с Южной Америкой То есть у нас просто претензиями здесь в души А вот, кстати, получена цель войны против Франции Бурбонское наследие Угу Испанский народ А это аннексия уже против Америки, само собой, заключительный этап Но с Америкой потом Мы, по крайней мере, счастнее воевать, конечно же, не можем Нам нужно раскушиться Конец Японо-Американского альянса С новым тоталитарным правительством в Японии Американцы думают, что Япония повторит войну на Тихом океане Так, больше американцы не будут гарантировать безопасность Японии НАТО здесь больше нету Кстати, Афганистан вошел в ОДКБ ОДКБ вообще разъелся, на самом деле Вот так вот Тут Армения помогла Тут уже Таджикистан помог Кстати, он забрал себе Вахан Вот так разъелся Какие территории красивенькие стали Как-то Вахан на Таджикистан больше идет Ну, так, чисто в эстетическом плане Может, не соглашаться, конечно Но мне кажется, что хорошо А, еще момент, смотрите Забыл вам сказать Я взял дипломатическую гармонию Че это такое? Получите ПАКС, находясь в мире ПАКС Коэффициент усиления увеличивается с течением времени И начинается только после одного полного года в покое Расходы ПАКС Чтобы принудить белому миру Запросить соседние и островные государства Или создать марионетки Вот оно сюда теперь пишется Получаем плюс один в месяц после первого года Плюс два месяца после пятого Три после десятого Четыре в месяц после двадцатого года Расходы на обеспечение мира Тридцать государственные расходы Основаны на количестве слотов для строительства Умноженных на три со стоимостью островов Плюс пятнадцать Могут применяться идеологические ограничения Стоимость аренды основана на общем количестве участков Под застройку во всех регионах Умноженному на два Крупные нации нельзя сделать марионетками Таким образом Могут применяться идеологические ограничения Я так понял Это схема для демократов Или для тех, кто просто не хочет воевать Мы можем подчинять там островные государства Или делать марионет Естественно, как мы там раньше За Нигерию замарионетить Америку не получится Но в принципе Это возможность расширяться без войны Единственное что Воевать запрещено Иначе ты просто потеряешь вот это все Но нам нужно как-то накопить Первый год подождать Я взял, кстати, жалко Не так уж что давно А мог раньше намного взять Так бы уже что-то дополучили Ну ладно, там скоро год пройдет Накопим, посмотрим Я бы себе не против забрать что-то островное Например, вот это вот, кстати Помните, я об этом говорил? Что-то, слякать, бывает В общем-то, можно это себе как-то подчинить И уже отсюда делать выездки Так как у нас есть флот Но его дальность Ну она, конечно, сюда достает Но желательно плацдарм получить вот здесь вот вообще Это бы нам сильно развязало руки Во, вот такой вот ивент был Когда Италия вышла из НАТО Скажите мне, что кто-то еще вышел Пожалуйста Так, кто-то еще вышел? Или нет? Я просто не помню, кто здесь был Это вроде все так же было Странно Ладно, ну допустим Пускай Может и с Ланей? Нет, не с Ланей Ладно, ладно Но я надеюсь, еще кто-то будет выходить Например, в Францию Потому что я воевать хочу, но не с НАТО Либо же с маленьким НАТО Когда оно уменьшится сильно Потому что размотать такую Европу Будучи Испанией Вот такой вот это Unreal просто Кстати, что у нас тут в Албании происходит? Ну, тут прожали, конечно, албанцы Но Шкодер захватила Югославию Так, центральный коридор Это железнодорожный коридор Для перевозки пассажиров и товаров Который проходит с севера на перенески полуостров Отлично Так, дальше Давайте 50-го остановим Здесь укрепление 50-й ивент будет Но я хочу что-то получить на производство Хотя бы 5%, не 10, как от евро Хотя бы 5 Ну, либо же убрать вот эти вот неприятные дебаф Он коррупция, например Либо же вот это вот Мне бы стабильность поднять Так как она дает нам здесь производство Но низкая стабильность отнимает производство Так что, хотя выйти в ноль уже было бы неплохо Так, везде превышение На самом деле, не знаю, чего нам прокачивать Ударные вертолеты Нафиг они, конечно, нужны Потому что дальность 380 Куда мы там летать-то будем, а? Ну-ка, еще посмотрим А, наверное, здесь Превышение небольшое Давайте это вот возьмем И здесь что-нибудь по типу Вот такого Ночная-наземная атака пойдет На спецвойска можно много бонусов получать Поэтому, наверное, мы будем их делать Я хочу сделать, в общем, очень быструю армию То есть, скорее всего, будем использовать механизированную бригаду Скорость у этих вот Может, как-то увеличим Потому что сражаться мы будем на территориях Где очень важна скорость Иначе ты там застрянешь на все 100 лет Поэтому будем выходить, в первую очередь, именно в скорость А для создания скорости Нужна большая промышленная база Поэтому будем уже скоро переключаться на военные заводы Пока что у нас их, конечно, ну, нормально Пойдет Для начала нормально Просто хотя бы сделать винтовок до поснащения А потом уже переключаться Когда у нас этот запас будет собран Переключаться уже на что-то другое Потому что без вот этого заниматься чем-то другим бессмысленно Это как-то основа всей армии Корпус эсминца новый у нас есть Но мне бы как-то 35 опыта Ладно, давайте поставим еще один эсминец Делайся давай Оба Так, а вот ты давай-ка лучше тренируйся Будем получать опыт флота сидеть Давайте Со стороны нынешнего правительства Были осуществлены меры в отношении национальной денежной политики Чтобы адаптироваться к настоящей и будущей экономической реальности нации Наиболее спорным аспектом является система, поддерживающая национальную валюту Или следовать за банком Испании Или преобразовать нынешнюю систему Серебряную систему Банк Испании Даст нам прирост всего лишь политки И политпласть А золотая система Ого, прирост политки в два раза больше будет, чем здесь И стабильность плюс 5% Слушайте, это хорошо Давайте-ка отдадим всего лишь 100 политками Я чуть зря копил И возьмем золотую систему Стабильность наша уже 50 Хоть теперь уже не дебафы, а небольшой Бонус висит от стабильности Кстати, политку нужно еще куда-то втюхать Я вот взял здесь главнокомандующего Наступательной армии На атаку дивизии Он дает там еще опыт армии Так что лишним это сейчас точно не будет Даже в мирное время Здесь, даже не знаю Может тоже Давайте возьмем вот что-то на опыт армии Потому что войска будем редактировать А без опыта армии Такой себе это делать А здесь Кстати, взять бы что-то на производство Информационные технологии Ммм, там последний Ух ты, блин, тяжелая промышленность Смотрите Объем заводского производства плюс 15 Скорость, смотрите, что фабрик плюс 10 Черт, что я сюда не смотрел, а? Давайте берем вот это вот Сейчас скорость строительства фабрик у нас неплохо ускорится А здесь бы что-то взять такое Моторизированная пехота Ну, я хочу делать механизированное Скорость это хорошо, но желательно иметь какую-то броню Давайте пехотное вооружение возьмем А, милиция надежность Лучше пока, наверное, ничего не буду брать Посмотрим потом попозже Боевая машина Вот, ИФВшечки Вот это, наверное, имеется смысл взять Давайте на ИФВ возьму Так, а по исследованиям В этой вот бронетехнике Вот тяжелая, средняя и легкая механизация Ну, у нас она, кстати, все прокачано У БТРов, конечно, скорость там, ну, реально хорошая Смотрите, 22 км в час Это самое первое А БМП 15 всего лишь Но тут прорыв 20 Бронебонус хороший 31 А тут, ну, БТР таким особо похвастаться не может Но дивизии БТРов тоже будем делать У нас будут максимально быстрые войска И такие, которые могут надавать люлей Но при этом тоже иметь свою скорость Кстати, у нас экономический рост, он вообще Никакой Он падает Минус 0.12 Я вот думаю, может быть, стоит нам потом взять все-таки низкие налоги Да, мы тут потеряем 10% фабрик Но зато получим и стабильность И вот экономический рост Кстати, плюс 0.50 0.50 позволит нам здесь взять еще что-нибудь Вот, например, вот это вот На объем производства Экономический рост, конечно, будет здесь минус 0.25 Но мы все равно будем в плюсе Потому что там плюс 0.50 А здесь еще бонус хороший И на верфь, кстати И общий объем производства Так что, так давайте мы поступим Потом, может, вообще очень высокий поставим Там 10% фабрик Но дебафы, конечно, лютые Так, испанскую экономическую зону я уже взял Во многих странах Вот этих троих И еще 50 других Произошло событие Политическое влияние Испании Давайте выйдем теперь в Королевские академии Они нам дадут, кстати, плюс 50 политки Которые мы потратим на снижение налогов Нужно немного ради народа поработать Правильно, конечно Кстати, там сейчас в Америке Произошел этот акт 11 сентября который И тут американцы начали бушевать Скоро начнется уже война против терроризма Надеюсь, кстати, американцы не влетят по скрипту в Афганистан И не начнут войну с Россией Здесь-то реакционеры Но вдруг там скрипты какие-то поломаны И они возьмут, впишутся сюда Всякое может быть Вот Джордж Буш начал войну с терроризмом А мы тем временем Получили здесь Королевский академик Тут, кстати, еще какой-то ивент с НАТО связанный Так Настоящая академия Это испанские учреждения Занимающиеся исследованиями И распространением культуры, науки и искусства Многие из них возникли в эпоху просвещения Поддерживаемую короной Как способ создания централизованной системы культурных учреждений Параллельной системе университетов Которые рассматривались государством Как неконтролируемой средневековой пережитки Отлично Темп исследований плюс 2% Опа-на Смотрите А ивент был про выход Британии из НАТО Тут, конечно, такой ивент Он просто как лотерея Азарта Кто выйдет на этот раз? А на этот раз вышли британцы Американцы не хотят выйти, интересно Слушайте, ну то, что британцы отвалились Это очень даже хорошо Потому что с ними махаться тоже нам скоро предстоит Флот их одолеть Я не знаю, представляется, возможно 34-62 А у нас 303 Ну, кстати Кстати, нормально У них авианосов много А потом лодка 5-12 И дофигища корветов То есть, по сути, это одни корветы у них Ага А дивизия еще мало 3-15 То есть, они тут дохляют Ну, у нас 13, конечно Но мы это сделаем Ну, они, конечно, можно тоже сделать Короче, британцев захватить Реально возможность есть И на них реально можно раскормиться Конечно, захватывать я их не буду Но сделать марионетку Которую потом будем доить Это почему бы и нет Давайте берем новое дворянуство Анархисты увеличиваются здесь И политвласт плюс 50 Давайте-ка сейчас уже снижаем налоги Есть Прирост... О, кстати, он там был Плюс 0 с копейками было Ну, сейчас уж тем более Давайте берем вот это вот Фонд производства Так, и теперь Упадет у нас Экономический рост Что-то пока не упал А, нет, упал Плюс 0,37 Нормально Так, все, уже брать больше политики нельзя Но теперь здесь Зато производство у нас Очень сильно улучшилось Наверное, стоит взять Что-нибудь еще Может, уже сразу БМПшку поставить Или Все-таки ПВО и ПЗРК Скорее всего, они там будут применяться В той механизированной Материзированной пехоте Так как это В отличие от милиции Уже современные войска считаются Давайте Современное ПВО Я вот не понимаю Есть ПВО холодной войны И современное ПВО Это одно и то же Просто это стареет того А почему оно не уходит Как устаревшее А, вот так смотрите Противотанковая 4 Воздушная 15 А вот холодной войны 4,10 А стоимость производства Такая же Вот нафига это Здесь висит вопрос Вот, поколение ПЗРК первое Че там это висит? Непонятно Зачем разработчики это оставили Ладно, давайте сделаем Вот так вот Количество фабрик Кстати, у нас сейчас Приубавилось Очень сильно Их было реально больше То есть эти 10% Они прям Хорошо на нас надавили Эпоха республики Рюкио Несмотря на многие трудности Рюкио говорит Что они сохранят Демократическую страну Нейтральную Как азиатская Швейцария Угу Недавно Рюкио Стала неизвестимой страной Не стал вам это показывать Так как Не думал, что это особо важно Но За Рюкио, кстати Можно играть У него фокусы уникальные А сейчас Что? Нет Рекционеры пускай уменьшаются Берем традиционные ценности У нас же государство Стабильное, правильно? А в стабильных государствах Традиционные ценности Должны быть на первом месте Поэтому монархизм увеличивается Это неотъемлемая часть И политвласть Плюс 50 Кстати, мы Не абсолютная монархия Мы конституционная до сих пор А вот можно выйти вот сюда И получить уже Полную абсолютную монархию Использовать политвласть При взаимодействии с ословием Можно будет Интересно А здесь Использовать здоровье При взаимодействии с ословием Ага Ну, слушайте Я лучше политку буду тратить Чем здоровье экономическое Вот это вот Однопартийное И автократия Фашистский значок Использовать политвласть Здесь поддержка войны, кстати Но я лучше абсолютную монархию возьму Потому что мы вроде как Движемся в сторону Абсолютной монархии Поэтому вот это возьмем Больше политки будем получать И экономить будем Наши здоровые политические А здесь Сбор Обязанность Вот, наверное, я потом возьму Обязанность Так как у нас Мало людских ресурсов Но сбор дает больше Просто бонусов Хотя здесь скорость Восстановления дивизии Ммм Немножко фабрик отдавать И нормально Карьера Здесь получаемый опыт Вообще плюс 20% Организации Плюс 1 Ну, просто Хотя подожди Время служения Вот это вот Он же не дает Войн обязанности А, подожди Да вот Закон о призыве Это трогает, наверное, смысла нет Ради что только Ради бонусов Некоторых Вот это и имеет смысл взять На самом деле Так А вот это у нас уже призыв Ну, ограниченный Ну, кстати, давайте Я, наверное Не, потом поставлю Я хочу сначала взять Абсолютную монархию А потом уже этим другим заниматься Это пока нам не надо Слабый контроль Над границами Можно, кстати, границы Вообще открыть Там прирост населения Бешеные Но и не будем 2% фабрик отдавать Тут, кстати, минус 5% стабильности А тут стабильность в неделю Минус 0,10 Кстати, гражданские Свобода у нас Свобода Слабое ограничение Сильное ограничение Замедляет изменения с условий Позволяет закрывать все условия Или тоталитарные Слушайте, бонусы Тоталитарные Всяких вот этих вот Ограничения Они прям хорошие Объем производства Поддержка войны Ну, пускай пока Свобода стоит Темп исследований Пускай висит Но я думаю То, что нам нужно Гражданские Свобода Ограничивать Со временем Не брать там Допустим Тоталитарную Но в сторону Ограничения Двигаться постепенно Хоть мы здесь Там раздавали Ценности Всякие Благосостояния Но Сами понимаете Что нас ждет в будущем А быть такими Всеми хорошенькими Добренькими Когда ты пытаешься Подчинить другие страны То не получится Все Не состыковываются Так что будем Наращивать Ограничения Скромная помощь А это благосостояние Государство Благосостояния Со скромной помощью Сидит здесь Но извините Меня там Если повышать То много фабрик Придется отдавать Поэтому я бы Наверное Да Основных субсидий Был уменьшил Основные субсидии Звучат Лучше Чем скромная помощь Да Ну ладно Пускай пока это стоит Потом будем менять Пока сейчас не хочу трогать Традиционные ценности История показывает Что цивилизации Которые биологически Не способны Вопековечить себя Бречены на исчезновение И исчезновение Оу Наша цивилизация Европа Приводят к новым конфликтам И политическим землетрясениям Из-за культурных Религиозных Различий И различий В образе жизни Здравый смысл Диктует Что Испания И Европа В будущем Должны решать Свои демографические Проблемы Естественным путем Уважая и защищая Семьи И католические Моральные ценности Отечество Вера И семья Прирост Население Плюс 30% Стабильность Плюс 5 Что Объем заводского Производства Минус 30% Почему Серьезно Из-за традиционных Ценностей Никто не хочет Работать на заводах Я не хочу Этот фокус брать Какие нафиг 30% Я там радовался 15% А тут Минус 30% Зачем Зачем Блин Какой в этом смысл Почему Минус 30% А не хотя бы Минус 20% Ну 30% Это же реально Дофигища Наше производство Прям нехило Упадет Капец Спасибо Традиционные ценности Давайте кстати Вынимать сюда Вот получим Темп исследования Ячейку Традиционные ценности Все Механизация Видимо подождет Будем делать Винтовки Кстати Италия Даже выглядит Сильнее чем Великобритания Посмотрите По дивизиям У бриташек Их просто меньше А флот Флот у Италии Меньше Да Короче Я просто думаю На кого же нам налететь Дело в том Что сразу прыгать В Южную Америку Или там На Карибы Не знаю Просто я думаю То что эти фокусы Можно так вот протопать И выйти сюда Вот к Британии На Италии Напасть мы здесь Не можем Здесь такого нету Но только если Фабриковать претензию 175 дней Ее никто не гарантирует А бриташки Нет Бриташек тоже Никто не гарантирует Короче Я думаю То что этих двоих Имеет смысл Замаринетить взять Захватывать Опять же Не обязательно Потому что Ну мы можем пока Застраивать свои территории Хотя скоро Может закончиться Просто ячейки Но Что же здесь Мы можем забрать По территориям У Британии Не знаю Ничего Остромен А он соединяется С Северной Англией Так просто не забрать Может быть Уэллис Так как бы смысл Ну Это не думаю Что имеет какой-то смысл Забрать какой-то Огрызок Ради чего Непонятно Поэтому просто Сделаем марионетку А вот у Италии Оргончик Но в любом случае Можно потом просто Взять вернуть Эти территории И стране И все Ну как мы Африканцев делали Когда ими владели Застраивали их Ядерным реактором И возвращали потом Им независимость Они там С ядерными реакторами Баловались Да Так что это Сегодня Новостью Деньги Евро Хорошо Что-то там Наверное Происходит Везде Появилось Евро Вроде Этого Здесь не было То есть Они только Сейчас Евро Поводили Я насколько Знаю Там Евро Вводился Вообще В девяносто Девятом Году Но там Оно Вроде Как Постепенно Вводилось Поэтому Может быть Сейчас Они Окончательно Ввели Поэтому Оно У них Появилось Так Продажи Сепса В Африке Египет И Республика НН Все равно Не хочу Я произносить Даже Без монетизации Страшно Они получат Предложение От испанского Государства Используя Наше Правительственное Влияние Мы должны Добиться Того Чтобы Компания Испанила Деп Петролиус Наша Главная Нефтяная Компания Усилила Контроль Над Африканскими Ресурсами На благо Нашей Экономики А у нас Нефть Вообще Сколько 13 Это Где У нас Нефть Вот Здесь Вау Полегче Латвия Словацкая Республика Кто еще Болгария Ну Италию Наверное Они уже Не возьмут Они же Наверное Обиделись На нее Можете Нас В общем Эта страна Отказывается От нефтяной Сделки Наше Честное Предложение Отправленной Республики На Н Было Отклонено Они утверждают Что Месторождение Нефти Принадлежит Им И они Не хотят Ни с кем Делиться Они Заплатят Да Будем И захватывать Эти Отказались Пофиг До них Добираться Впадло А Египет Реально Можно захватить Из-за Нефти У нас Есть Претензии На Египет Можно Напасть На Египет И кстати Реально Заполучив Здесь контроль Над Суэцским Каналом Мы очень Даже Получим Много Влияния Потому что Кто его Контролирует Вы сами Понимаете Это Сразу Важная Шишка А я Хочу Быть Важной Шишкой Кстати Претензии Висят Прямо На весь Египет Кроме Вот этой Территорией Странной Так Слушайте Ребят Давайте На него Нападем Может Здесь Будем Захватывать Север Может Просто Весь Север Себе Вот Так Вот Захватим Просто Будем Все Марионетить Надо Нам Хоть Что То Забирать Что Нам Делают С Комментариях Я Все Это Рассмотрю В Следующей Серии Мы Будем Поступать Как Следует Спасибо Всем Большое За Просмотр Ставьте Лайки Пишите Комментарии Подписывайтесь на канал Ставьте Колокольчик Чтобы Не Брос Кратного Видео Оформляйте Спасерку Чтобы Получить Классный Бонус А Также Играйте Мехиктор Партии Просто Общательно Наших Серегарах Дискорде Ссылки Ну Что С Вами Был Эмбр Спасибо Большое За Просмотр До встречи